Недавно прошел первый стрим разработчиков игры Seven Days to Die по 21 альфе длительностью два с половиной часа. И за это время разработчики успели показать очень много интересного, но было также и кое-что очень странное и загадочное. Если есть желание посмотреть его полностью, ссылочку я оставлю в описании. А в этом выпуске мы с вами максимально подробно разберем самое интересное, что было показано разработчиками на этом стриме. Ты на канале Сурвагер. Усаживайся поудобнее, пожалуй начнем. Первый стрим как обычно провели братья Хуэненки, Джоэл и Ричард, а также Латан Медуз, один из ключевых разработчиков и по совместительству стример. Итак, со слов разработчиков, 21 альфа это самое большое обновление из тех, что выходили за последнее время, которое содержит важные изменения в геймплее, неизмеримо много нового контента, в том числе и декоративного, а также оптимизацию, на которую в этот раз по словам разработчиков делался особый акцент. Но давайте по порядку. Сначала кратко пройдемся по изменениям в интерфейсе, которые произведут в 21 альфе, а потом перейдем уже к более интересным вещам. Итак, в первую очередь изменится внешний вид главного меню, которое нас встречает сразу после запуска игры. Теперь оно выглядит не таким угнетающим, как в 20 альфе. Немного визуально изменится то, как выглядят подсказки во время загрузки игры. Тут разработчики почему-то решили, что выделить заголовок подсказки ярко-красным цветом это хорошая идея. Как мне кажется, это изменение ради изменения и старая версия выглядит лучше. Также изменится и список настроек графики, что позволит игрокам лучше настроить игру под свою конфигурацию и добиться оптимального соотношения производительности и качества картинки в игре. В списке активных задач в правом верхнем углу экрана, во время выполнения стартовых квестов появятся дополнительные подсказки о том, какие кнопки за что отвечают. Рецепты можно будет закреплять в правой верхней части экрана. Для этого сначала нужно будет найти рецепт в списке рецептов, выбрать его и потом нажать на кнопочку трек. Имейте в виду, что если вы закрепите рецепт при активном квесте, то информация о рецепте заменит собой всю информацию о квесте. Чтобы снять отслеживание с рецепта, его снова потребуется найти в списке рецептов и еще раз нажать кнопку трек. В 21 альфе можно будет выбрать качество создаваемого предмета. Это будет полезно в том случае, если у вас, например, доступен крафт синего дробовика, а частей хватает только на зеленый. Теперь вы сможете выбрать нужное качество из доступных игроку и не ждать пока попадутся в луте нужные детали. Я просил разработчиков об этой функции на форуме очень много раз. Неужели они все-таки заметили мои просьбы, пусть и спустя столько времени? В области эффектов в левом нижнем углу экрана будет показываться специальный значок в том случае, если прочность какого-то элемента брони упадет ниже 50 процентов. Как я понял, для каждого элемента брони будет свой значок. Тут мы видим значок нагрудника. И последнее. Как вы знаете, сейчас в 20 альфе по кнопке F7 в игре можно скрыть весь интерфейс. Но сейчас это также блокирует возможность взаимодействовать с контейнерами, дверями и другими предметами. В 21 альфе при скрытии интерфейса с помощью кнопки F7 интерфейс также будет скрываться, но возможность полноценно взаимодействовать с предметами в мире игры останется. Переходим к локациям. На этом стриме нам показали обновленные базы двух торговцев, торговца Боба и торговца Ректа. Первая база, которую нам показали, была база торговца Ректа. Как вы помните, в 21 альфе все торговцы наконец-то начнут специализироваться на продукции определенного типа. Джен будет заведовать медициной, Джоэл броней, Хьюго будет торговать в основном оружием и боеприпасами. Торговец Боб будет заведовать транспортной тематикой, в чем мы сможем убедиться чуть позже в этом видео. А вредный дядька Рект, по базе которого в данный момент нам устроили экскурсию разработчики, будет торговать сельхозпродукцией. И это видно буквально во всем, начиная от наличия участков с кукурузой, курятников, повсеместно разбросанных стогов сена, двух силосов, в которых скорее всего хранится урожай кукурузы и заканчивая вывеской с надписью корма Ректа, мешками с готовой сельхозпродукцией внутри магазина Ректа, а также вывесками с рекламой свежего хлеба. И даже подкованность неслива от Ректа и череп коровы справа намекают на рот его занятий. Кстати, разработчики говорят, что разбирая такие вот сиреневые и желтые мешки на локациях, можно будет получить какие-то семена. Тут нам также показали обновленный разрушенный верстак и кузницу. Ранее нам показывали скрин, на котором был также показан и рабочий вариант, на котором будет постоянно гореть настольная лампа, и электричество подводить к верстаку для этого не потребуется. Химстанция, которая тут также попала в кадр, еще не имеет обновленной модельки, но вроде как к выходу обновления и ее должны обновить. Также тут нам показали полноценную модельку трактора, и я осмелюсь предположить, что это будущая жертва мододелов. Ужанита точно заставит ее послужить выжившим не только в качестве донора запчастей и других ресурсов, но и в качестве полноценного рабочего транспорта. Еще тут есть новая цистерна с топливом, которая, как вы увидите позже, является не просто декоративным элементом. Также тут нам мимолетно показали что-то вроде гостевых домиков, которые торговец мог бы сдавать случайным путешественникам за определенную плату. Если помните, когда-то давно разработчики на форуме рассуждали о том, что игрокам, которые не в восторге от периодического нашествия орд-зомби в ночи кровавой луны, неплохо было бы дать возможность пропускать такие ночи на базах у торговцев, арендуя такие вот домики или комнаты за определенную плату. Правда тогда, учитывая то, что время в игре пропускать нельзя, оставался нерешенным вопрос того, чем именно мог бы заниматься игрок в то время, пока за пределами его укрытия бушует орда. Видимо, ответы разработчики не нашли и от этой идеи в итоге решили отказаться, но гостевые домики все же решили оставить. Хотя вполне может быть, что когда в игре появятся нормальные живые NPC, в этих домиках будут проживать помощники Ректа. Все может быть. Что касается попыток тотально оптимизировать игру, то они видны уже в самом начале обзора этой локации. Тут видно, как даже на небольшом отдалении колючая проволока меняет свою форму на упрощенную. Выглядит это как баг, но такие вещи, скорее всего, в 21 Альфе будут встречаться довольно часто и с большим количеством сложных декоративных объектов. А кроме того, у торговца изменился флаг. И теперь тут развивается новый флаг с буквой Т, что, скорее всего, значит трейдер. И самое интересное, что произошло при демонстрации этой локации, это то, как оговорился Ричард, или, скорее можно сказать, проговорился. И проговорился он про какую-то новую функцию. Но об этом я расскажу уже в конце видео, так что досмотреть это видео до конца в ваших же интересах. Следующая у нас на очереди обновленная локация торговца Боба. Как и на локации торговца Ректа, тут также развивается новый флаг с буквой Т. Здесь все максимально громко кричит о том, чем занимается этот торговец. По всей территории можно найти всевозможные дорожные знаки, ограждения, останки машин, вывески с заправок и даже огромный экскаватор, который представляет собой отдельную модель, а не собран как в 20 Альфе из строительных блоков. Особенно тут хотелось бы отметить дизайн вывески над входом в магазин торговца. И в отличие от вывески у Ректа, которую тут, скорее всего, успел заказать себе в типографии еще до апокалипсиса, Боб свою вывеску, судя по всему, смастерил где-то у себя в гараже из подручных материалов. Тут можно рассмотреть шестеренки разных размеров, гаечные ключи, цепи и части еще бог знает чего. Правда вот то, что точно такая же вывеска, но уже меньшего размера висит внутри мастерской Боба, вызывает некоторые сомнения в ее самодельном происхождении. Даже рисунок облезлой краски повторяется на этой вывеске точь в точь, как на той, что висит снаружи. Тут то ли дизайнеру было лень внести хоть какие-то изменения, то ли торговец Боб тоже не сам делал этот шедевр, а заказал его в типографии. Короче говоря, если разработчики хотели показать торговца Боба как такого себе мастера на все руки, который даже вывеску себе сам смастерил, то это впечатление было немного подпорчено. Кроме того, торговец Боб то ли параноик, то ли по роду работы ему приходится общаться с не самыми приятными личностями, и потому он стал параноиком. Об этом говорит то, что в его магазине кругом натыканы камеры слежения, а сам прилавок обклеен всевозможными предупреждающими надписями. Например, эта вот надпись сообщает, что территория за прилавком приватная, вход воспрещен и находится под круглосуточным видеонаблюдением. А текст на этом объявлении гласит, уведомление, все транспортные средства и лица, въезжающие на территорию, могут быть подвергнуты обыску. У меня только один вопрос, чем ему могут помочь все эти предосторожности? Он же механик, черт подери, где турели по периметру? Хотя, да, он механик, а не оружейник. Ну ладно, тогда где механические ловушки, колья хотя бы, огненные ловушки, шипы, да что угодно, ничего этого нет. Чем он собрался отбиваться от тех, для кого вывесил все эти предупреждающие надписи и кого он пытался запугать охранными камерами, непонятно. Также на этом моменте видно, что закрытый кассовый аппарат, который находится по ту сторону окна слева от торговца, нельзя облутать, хотя он находится в зоне досягаемости игрока. Та же ситуация и с кучей мусора справа. Вполне возможно, что контейнеры, находящиеся за прилавком у торговца, в 21 Альфе просто нельзя будет обыскать. Это в том числе относится и к сейфам с оружейными стойками. Так что в 21 Альфе нам наверное придется забыть о том, чтобы хорошенько поживиться в плане лута, открывая на карте очередного торговца. В остальном внутреннее убранство магазина Боба выглядит довольно круто. Тут кругом можно найти атрибуты механика. Мусор на полу, автомобильные колпаки на стенах, даже кусок деревяхи посреди мастерской вот лежит. Каким ветром ее туда занесло, одному богу нитро известно. В зоне мастерской можно обнаружить все типы транспорта, которые есть в игре, за исключением гирокоптера. Вначале я было подумал, что коптер уберут из игры, но Джоэл упомянул его, комментируя происходящее, так что без паники коптер остается. А вот тут можно увидеть, что типов торговых автоматов стало на один больше. Новый торговый автомат, который нам ранее показывали в твиттере разработчики, оказался не просто декорацией и будет содержать товары, как и старая версия. Так, в старом автомате, судя по названию, будут продаваться только напитки, а вот в новом, скорее всего, можно будет купить бафающие конфетки и еду. Показывая локацию торговца Боба, разработчики рассказали о новом типе квеста, который будет называться Infested Clear, что в переводе значит «очистка от заражения». В описании квеста было сказано, что где-то поблизости было обнаружено гнездо зомби, и именно это самое место по какой-то причине оказалось просто-таки критически важным для выживания колонии. Тут можно обратить внимание на то, что в описании квеста есть человеческое название локации, которую нам предстоит посетить. Ждем, когда разработчики добавят еще и фото этих локаций, как в моде Undead Legacy. Торговец также предупредит нас о том, что зомби там может быть больше, чем в любом другом месте, они могут двигаться быстрее, чем обычно, и их может быть сложнее убить. Этот тип квеста чем-то похож на квеста типа «Восстановление питания». Под квест «Восстановление питания» в 20-й Альфе были специально созданы отдельные локации, и дополнительная сложность их обусловлена была тем, что выполнять их нужно было исключительно ночью. В то же время на такие локации торговцы вполне могли выдать обычные дневные квесты на доставку посылки или простую зачистку. А вот в случае с новым квестом «Очистка от заражения» разработчики решили немного схитрить. Для этого типа квестов мне пришлось специально создавать какие-то уникальные локации. Этот тип квеста просто будет повышать сложность существующей локации на единицу за счет увеличения количества зомби на ней в полтора-два раза. Кроме того, за выполнение таких квестов награда будет выше. Также на локациях после выполнения этого типа квеста можно будет найти какой-то специальный ящик с лутом, который нельзя будет встретить, выполняя на этой локации обычные типы квестов. Кроме того, опытные игроки в результате появления этого типа квеста получат новое испытание, которое позволит им пройти локации пятого уровня на условном шестом уровне. А вот что будет с фпс, если на какой-нибудь локации пятого уровня вроде небоскреба с квестом типа очистка от заражения разбудить всех зомби сразу мне даже представить страшно. В качестве примера Латан попробовал выполнить квест очистка от заражения первого уровня. Если в 20 альфе на подобной локации можно было встретить максимум 8 зомби, то тут я насчитал их ровно 15. А теперь учитывая размер локации, на секундочку представьте, что все зомби будут бегающие. Ну как мы любим. Тут же в палатке с топовым лутом этой локации кроме стандартных ящиков с лутом также оказался армейский ящик, при наведении прицела на который можно увидеть подсказку с текстом обыскать зараженный тайник. И в скобочках не тронуто. Пока Латан расстреливал зомби, у нас была возможность рассмотреть новые военные палатки, которые теперь выглядят как настоящие палатки, а не вот эти вот ваши квадратно-треугольные имитации, собранные из строительных блоков правильной формы. Благодаря появлению в игре таких элементов декора в 21 Альфе появятся такие интересные локации, как палаточные лагеря выживших вдоль дорог или карантинные зоны, наподобие тех, что можно было видеть в играх Dying Light 2 или The Division. Одну из таких карантинных зон нам также показали на этом стриме. Тут можно увидеть большое скопление больших палаток разной формы, размера и расцветки. А напротив этой локации расположилась заправка с огромным скоплением машин, среди которых можно также найти обновленные прицепы типа дом на колесах и даже припаркованные на выезде с заправки грузовик. Несколько таких грузовиков также можно было увидеть на подходе к этим локациям. Также на одной из таких заправок можно было увидеть обычную палатку в форме пирамидки, но теперь вход у нее был реализован как положено в виде свернутой вверх ткани. Еще нам мельком показали полицейскую машину, которая оказалась заперта. Ее можно будет взломать с помощью отмычек или старым добрым способом с помощью каменного топора или другого инструмента. Только вот лут в такой машине будет отличаться в зависимости от того, какой способ взлома выберет игрок. При взломе отмычкой лут будет лучше. Имейте в виду. А вот одна из полностью переработанных локаций пятого уровня. И это тюрьма. Пока Латан расстреливал зомби дровосеков поблизости, Ричард рассказал о том, что при входе в новую локацию игра на короткий промежуток времени будет показывать под компасом окошко с информацией о названии и сложности этой локации, где красными черепками будет показан уровень локации, а желтыми добавочная сложность биома. Так локация «Исправительная колония на Визген» имеет сложность 5, а зимний биом 1,5. Сложность биома, по словам разработчиков, будет влиять на параметры такие как качество лута, тип и количество зомби и так далее. Затем эту информацию всегда можно будет посмотреть в правом верхнем углу экрана. А когда игрок будет находиться за пределами локаций или в дикой местности, вверху справа будут показаны просто названия и сложность биома, в котором находится игрок. В обоих случаях названия локаций и биома, где сейчас находится игрок, будут иметь понятное человеческое название, так же как и в случае с описанием квеста у торговца. Сразу же после входа на территорию локации нам повстречался горный лев, который вроде как получил новые анимации. Выглядят они конечно лучше чем раньше, но до качества анимации зомби им еще очень далеко. Наверное потому что у разработчиков есть некоторые сложности с тем, чтобы записать движение горного льва в макап студии. Нам еще показали новую анимацию кабана и теперь она стала какой-то смешной. А вот с медведем все осталось по-прежнему. Этот вот долгое время безуспешно пытался пройти сквозь стену. Наличие нескольких больших генераторов на этой локации также говорит о том, что торговцы смогут выдавать на эту локацию ночные квесты по восстановлению питания. Если честно, я так и не понял выгоду от выполнения ночных квестов в 20-й Альфе. Может быть подскажете в комментариях, кто знает в чем их преимущество. За них дают больше опыта, может быть за них дают больше дюков, или может быть торговцы часто выдают за их выполнение в качестве награды очень редкий лут. Ничего такого я не замечал. А теперь посмотрите на эту толпу зомби. Затем представьте, что вы взяли квест на восстановление питания и все это происходит ночью, когда все зомби бегают. Какой, по вашему мнению, должна быть награда, чтобы я согласился взять квест на восстановление питания на этой локации? Я уже молчу про квест типа очистка от заражения, который должен будет увеличить количество зомби на этой локации в полтора или два раза. Да нам на такое задание нужно будет приходить сразу с ядреной бомбой, так как даже пулемет тут скорее всего не спасет. Показали нам также и обновленную локацию фермы кукурузы, которая имеет третий уровень сложности. Теперь особенностью этой фермы будет заскриптованный взрыв одной из емкостей с пропаном, которую мы до этого видели на локации торговца Ректа. Воронка от взрыва получилась довольно большая, как от подрыва динамита или даже больше. Рядом с этой цистерной с пропаном также стояла машина, которая взорвалась вместе с цистерной, но насколько я знаю от взрыва авто таких воронок не бывает. Поэтому скорее всего это все-таки результат взрыва самой цистерны. Так что подумайте трижды, прежде чем решите прятаться за такими укрытиями от вражеского огня. Уверен, что кислота зомби-копа также может привести к детонации этой емкости, потому будьте осторожны. А на локации Омегон, то, что судя по всему является агентством ритуальных услуг, можно будет найти огненную преграду. Тут с ее помощью реализовано что-то вроде крематория. Огонь от этой ловушки не будет убивать игрока моментально, но будет поджигать и сильно замедлять при попытке пройти сквозь него, что выглядит очень странно. Тем не менее, если вдруг не получится найти способ отключить огонь, то пройти сквозь огонь будет вполне реально, даже на первом уровне персонажа, потеряв при этом почти все здоровье. Но реально. Создавать такие ловушки игроки не смогут, но я думаю, что это только до тех пор, пока до 21 альфы не доберутся, мадоделая. Разглядывая локации в этом обзоре, вы наверняка обратили внимание на то, как много разнообразных дверей появилось в зданиях, но ведь наверняка не видели всех, даже если смотрели очень внимательно. Разработчики специально подготовили в редакторе тестовую локацию, на которой разместили все типы и вариации дверей, которые можно будет встретить в игре в 21 альфе. Тут можно встретить одинарные двери и двойные ворота в железном и деревянном исполнении, а также решетчатые и сетчатые двери и ворота. Деревянные, одинарные и двойные дверцы шкафчиков, которые будут открываться как обычные двери или в стороны, складываясь пополам при открытии. Были также садовые калитки, гаражные, секционные ворота в деревянном и металлическом исполнении разных видов, а также комбинированные с окошками. Рулетные ворота и оконные ставни, обычные и раздвижные двери для магазинов и офисов, двери лифтов без самих лифтов, про лифты в игре можете кстати забыть навсегда, обычные и раздвижные тюремные решетки и многое другое. И каждая из представленных дверей будет иметь несколько стадий повреждения, что было и раньше, но теперь сквозь образовавшиеся отверстия можно будет бить зомби оружием ближнего боя, особенно удобно это будет делать с помощью копья, а также через такие отверстия можно будет стрелять из лука и огнестрела, или закидывать туда гранаты, или оперативно собирать стрелы с зомби. На предпоследней стадии повреждения, когда от двери не останется практически ничего, сквозь такие двери смогут проходить как зомби, так и игрок. А потому если захотите справиться с каким-то опасным врагом через такое отверстие, позаботьтесь о том, чтобы иметь на такой случай в инвентаре молоток или каменный топор и небольшой запас ресурсов для ремонта. Показали нам также и бункерные двери, которые сможет создавать игрок, но показали их буквально на секунду, и выглядели они как картонные заготовки. Скорее всего, работа над ними еще не закончена. У игрока будет возможность создавать ворота двух видов с четным и нечетным количеством блоков в ширину, что позволит лучше центрировать такие ворота на вашей базе. Сейчас в 20 альфе есть только один вариант, если ты просчитаешься шириной стены базы, то ворота могут оказаться не по центру, а кому такое может понравиться. Двигаемся дальше. Как изменится система прокачки в игре в 21 альфе? В основном изменения коснутся тех навыков, уровни которых игроки старались повышать, несмотря на то, какой атрибут из пяти доступных они выбрали для себя как основной. К этим навыкам относятся сексуальный тираннозавр из атрибута Сила, который позволял снижать расход выносливости при использовании оружия ближнего боя и инструментов, а также навык Шквал ударов из атрибута Ловкость, который позволял увеличивать частоту нанесения ударов исключительно оружием ближнего боя. Но стараясь покупать уровни этих навыков, игроки ранее вынуждены были тратить очки-поркачки, в том числе и на повышение уровня атрибутов, в которых эти навыки находились, даже если остальные навыки из этих атрибутов им были не нужны. В случае с навыком сексуальный тираннозавр он был удален из игры, а его свойства получили все навыки, которые отвечают за использование оружия ближнего боя и инструментов. В атрибуте Восприятия к ним относятся мастер метательного копья, кстати метать копья в 21 альфе игрок не сможет, потому название скорее всего изменится на просто мастер копья. В атрибуте Сила это Громила Пит, Дробитель Черепов и Долбатель. В атрибуте Стойкость это Драчун, в атрибуте Ловкость это Глубокие Раны, и в атрибуте Интеллект это Электрочикатило. Таким образом, покупая уровни навыков владения каким-то определенным типом оружия ближнего боя или инструментами, вы с каждым уровнем, кроме увеличения наносимого урона, будете также снижать расход выносливости при использовании дубин, кувалд, ножей, топоров, копий и т.д. Навык Шквал Ударов, который в 20 альфе находился только в атрибуте Ловкость, в 21 альфе появится в каждом атрибуте, но под другим названием. И при повышении его уровня игрок в итоге сможет чаще наносить удары оружием ближнего боя, за который отвечает тот или иной атрибут. Так в атрибуте Ловкость название этого навыка останется прежним – Шквал Ударов. А вот в атрибуте Сила этот навык уже будет называться Big and Fast, что-то вроде Большой и Быстрый, и будет отвечать за скорость орудования дубинами и кувалдами. К сожалению, увеличить с помощью этого навыка скорость орудования топорами, кирками и лопатами, чтобы ускорить добычу ресурсов, будет нельзя, что, как по мне, выглядит очень странно и нелогично. Что еще касается навыков, в 21 альфе с их помощью уже нельзя будет открывать какие-то рецепты или повышать качество создаваемых предметов. А еще из лута пропадут абсолютно все схемы и рецепты, кроме схем создания модификаций. Все схемы и рецепты будут условно поделены на 23 группы, а в окне прокачки персонажа появится вкладка с новыми техническими навыками, которых также будет 23 по числу групп схем и рецептов. Каждый такой новый навык крафта будет иметь от 50 до 100 уровней, и по мере повышения уровня этих навыков и только таким способом игроки в будущем смогут открывать новые рецепты крафта и постепенно повышать качество создаваемых предметов. Для повышения уровня этих новых навыков игрокам понадобится искать в мире игры технические журналы, которые также можно будет купить и у торговца. А кроме того, еще и в награду за выполнение квестов торговец всегда будет предлагать ящик со случайными техническими журналами. В общем, недостатка в технических журналах в 21 альфе вы ощущать не будете. Шанс найти теорийные технические журналы в мире игры будет зависеть от того, какие навыки игрок улучшает в данный момент. Так, если игрок будет вкладывать очки прокачки в навык долбатель, то ему чаще будут попадаться технические журналы, с помощью которых можно будет повысить навык создания инструментов, таких как топоры, кирки или лопаты. А если игрок вложит какое-то количество очков прокачки в навык бум-палка, отвечающий за дробовики, то шанс найти в мире игры технические журналы, отвечающие за создание дробовиков, также возрастет и так далее. Рассмотрим, как это будет работать на примере инструментов. Этот навык крафта имеет максимальное значение 100. Схемы в нем поделены на 4 группы. Тут мы видим каменные инструменты, далее железные, затем стальные инструменты, и в последней группе находятся уже топовые моторизированные инструменты, бур и бензопила. По мере чтения технических журналов, отвечающих за инструменты, постепенно будет расти качество создания предметов, которые доступны в разблокированной группе. В самом начале нам уже будет доступен первый уровень этого технического навыка, и также будет доступно создание каменного топора и каменной лопаты первого качества. Для того, чтобы научиться создавать каменные инструменты второго качества, нам потребуется найти и прочитать еще два технических журнала этого типа. А чтобы научиться создавать каменные инструменты пятого качества, придется повысить уровень этого навыка до 10, а для этого придется найти и прочитать еще 9 технических журналов. Повысив уровень этого навыка до значения 11, откроется уже следующая группа и станет доступно создание железных инструментов первого качества. Для того, чтобы научиться создавать железные инструменты пятого качества, потребуется поднять уровень этого технического навыка до значения 26. А для того, чтобы научиться создавать бур и бензопилу пятого качества, которые являются топовыми предметами в этом навыке, придется в общей сложности найти и прочесть 99 технических журналов. Тут я также обратил внимание на то, что название технического навыка не соответствует названию технического журнала, который отвечает за его прокачку, что может вызвать некоторую путаницу. Так, например, навык может называться Harvesting Tools, а технические журналы, с помощью которых можно повысить его уровни, называется Tools Digest. Но что-то мне подсказывает, что вы просто не станете заморачиваться чтением описания найденных технических журналов и на автомате будете скармливать игроку все, что найдете. С техническими навыками, отвечающими за рецепты еды, крафт станций и других предметов, которые не имеют качества, эта система будет работать немного по-другому. Поясню на примере повара. В навыке повара рецепты также будут разбиты на группы, но в отличие от навыка Harvesting Tools, где в группе изначально доступны все схемы и по мере прокачки лишь повышается качество создаваемых предметов, в навыке повар рецепты в каждой группе будут открываться постепенно один за другим по мере чтения технических журналов этого типа. Так, например, в первой группе рецептов навыка повара могут располагаться рецепты горелого мяса, печеного картофеля, кипяченой воды, красного чая, желтого чая и бекона с яйцами. Но доступны для крафта будут, например, только рецепты горелого мяса и кипяченой воды, а остальные будут заблокированы. Чтобы их разблокировать, вам придется искать и читать технические журналы этого типа. Когда вы откроете все рецепты из первой группы, разблокируется вторая группа рецептов и там также будет доступен для крафта только первый рецепт, а остальные заблокированы и так далее. То же самое будет и с рецептами лекарств, схемами крафт-станций и другими предметами, которые не имеют качества. Что касается технического навыка, отвечающего за транспорт, тут, скорее всего, тоже будут некоторые особенности. Во-первых, создание самого транспортного средства, как и раньше, не потребует знания схемы этого транспорта. Каждая группа схем этого навыка будет содержать схемы, относящиеся к определенному типу транспорта. Так, первая группа будет посвящена велосипеду и там будут схемы создания руля, рамы и колес. Вторая группа будет посвящена мини-байку и там будут доступны схемы создания всех частей мини-байка. Схемы в группах, скорее всего, будут открываться постепенно, как и в случае с рецептами еды, но тут я могу ошибаться. Хотя это было бы логично, так как игрок всегда сможет купить недостающие части транспорта у торговца и не обязан будет создавать их вручную. Это вроде бы все изменения в прокачке, о которых нам рассказали на стриме разработчики. Далее немного поговорим об обновленной воде. Перед тем как демонстрировать свою магию управления водой, Латан на секунду показал то, как будет выглядеть обновленный Клаймблок. Ну и обновили и обновили, его все равно никто не видит большую часть своего выживания, потому заострять внимание на нем я не буду. Вернемся к воде. Тут разработчики показали, что вода научилась растекаться на определенное расстояние и даже куда-то перетекать. Это вероятно только первые результаты и потому это выглядит так криво. Тут нам также показали, что от реки можно будет прокопать ров, который благополучно заполнится водой из той же реки. Только вот пользы обычным игрокам от этого будет мало и вот почему. В 21 альфе разработчики решили немного ужесточить выживание на ранних этапах игры. И сделать они это решили именно с помощью воды, а точнее с помощью ее ограниченной доступности. Так после обновления вы больше не найдете в мире игры пустых стеклянных банок, вы также не сможете их купить или создать, их просто уберут из игры. А если их уберут из игры, то и набрать водички для кипячения, создания чая или приготовления еды будет просто не во что. Единственное, что будет доступно игроку это возможность пить воду из водоемов руками, но как вы знаете это грозит дизентерией, а потому такое стоит делать только в крайнем случае. Но если тебе повезет в начале выживания найти модификацию фильтра для шлема, что маловероятно, то в этом случае ты сможешь пить воду из рек безопасности для здоровья, как и раньше. Достать чистую воду на первых этапах выживания можно будет в продаже у торговца, в торговых автоматах, а также иногда в кулерах и кегах на локациях. Но чаще всего в кулерах и кегах будет попадаться грязная вода как и в унитазах, а для ее кипячения мне по-прежнему понадобится котелок. Обеспечить себя постоянным источником питьевой воды можно будет с помощью самодельного водосборника. Водосборник относится к крафт станциям, а потому перед тем как его создать, сначала придется найти какое-то количество технических журналов, чтобы разблокировать его схему. Затем надо будет где-то раздобыть водяной фильтр, который скорее всего придется только покупать у торговца, хотя возможно его можно будет найти и в мире игры. Созданный водосборник потребуется разместить под открытым небом и потом только ждать. В сутки один такой водосборник сможет обеспечить игрока максимум тремя банками чистой питьевой воды, а скорость заполнения водосборника никак не будет зависеть от наличия дождя. А учитывая то, что для создания клея из костей понадобится именно чистая вода, то скорее всего таких водосборников придется ставить на базе как минимум три. В 21 альфе должны появиться этапы товаров, которые будут доступны игроку в продаже у торговцев. Этапы товаров будут зависеть от этапа игры персонажа и немного опережать его текущий этап лута. То есть торговцы всегда будут предлагать предметы, которые чаще всего будут немного лучше, чем те, что игрок сможет найти в мире игры. А учитывая то, как изменится система прокачки крафта в игре, о чем я рассказывал чуть ранее, выходит так, что игрок всегда сможет делать предметы, относящиеся к его специализации, качеством выше, чем те, что будет предлагать торговец или можно будет найти в мире игры. Не стоит также забывать о том, что по мере повышения этапа лута, игроку через некоторое время начнут попадаться предметы шестого качества, как в луте, так и в ассортименте у торговца. Такие предметы игрок не сможет создавать, даже если полностью прокачает все навыки крафта. Поэтому у торговца или в луте всегда можно будет найти что-нибудь интересное. И кстати вкладку секретный тайник все-таки вырезали из интерфейса торговца. Если честно, никогда не понимал ее назначение. Вот если бы в игре была система репутации и этот раздел товаров был бы доступен игроку только тогда, когда у игрока и торговца хорошие отношения, тогда это имело бы смысл. А так это был просто лишний раздел товаров, в котором просто были товары чуть лучше и все. Что касается генератора мира, то генерация нового мира со слов разработчиков теперь будет происходить примерно в 5 раз быстрее, чем раньше. Но тут опять же все зависит от характеристик вашего ПК. Из интересных изменений тут можно отметить появление в рандомных мирах таких себе охотничьих домиков, которые будут органично располагаться даже в гористой или холмистой местности. А кроме того была доработана система генерации тропинок, и теперь они вполне успешно будут петлять по склонам, причем без вертикальных участков, как это было раньше. Подобные тропинки раньше можно было увидеть только в рукотворном мире на Визген. Ну что ж, теперь они будут встречаться и в случайно сгенерированных мирах. Демонстрацию рандомного мира Латан в какой-то момент решил показать при ультра настройках графики и в 4К разрешении, и при этом каких-то сильных просадок FPS замечено не было. Да, FPS снизился, но не критично. Что еще касается оптимизации, в 21-й альфе была оптимизирована растительность, а также были заменены окна, которые так сильно снижали FPS в городах, где встречались небоскребы. Кроме того, была оптимизирована система поиска путей для зомби. И теперь при большом количестве зомби, которых игра сможет загрузить в зоне, где находится игрок, они станут обновлять свои пути следования с обычной периодичностью только если будут находиться недалеко от игрока. А чем дальше будет находиться зомби от игрока, тем реже это будет происходить. Вопрос только в том, как эта система будет работать в Ночь Орды. Транспорт в игре также изменится. Теперь при столкновении с зомби или другими преградами вроде разнообразных строительных и декоративных блоков, транспорт будет наносить им больше урона. В то же время при столкновении с преградами и сам транспорт будет получать гораздо больше урона, чем раньше. И зависеть наносимые препятствию и получаемый транспортом урон будет напрямую от скорости, на которой произошло столкновение. А для ремонта транспорта потребуется гораздо больше ремонтных наборов, чем сейчас. Например, для починки полностью уничтоженного мотоцикла понадобится 4 ремкомплекта. Но если прокачать навык автомеханика, то ремкомплектов уже будет тратиться гораздо меньше. Разработчики не оставили надежды выпустить 7 Days Today на приставках нового поколения, таких как PlayStation 5 и Xbox Series S и X. И даже продемонстрировали небольшие отрывки геймплея, записанные на пятой PlayStation, на которых показали стрельбу из ракетомета по зданию с последующим его частичным разрушением, а также было показано посещение одной из локаций. На данный момент картинка консольной версии игры практически не уступает ПК-версии. В наличии также и дальняя прорисовка местности. Но над консольной версией все еще предстоит много работы по оптимизации, так как FPS в продемонстрированном ролике по ощущениям не поднимался выше значения в 25 кадров. В планах разработчиков предоставить обновления на консолях уже к моменту, когда будет готова 22-я альфа. Как я и рассказывал ранее, версия для нового поколения консолей будет продаваться как отдельная игра. Но разработчики уже сейчас ведут консультации с компаниями Sony и Microsoft насчет возможности предоставления скидки владельцам прошлой версии игры. Зная политику Sony и ее отношение к своим игрокам, могу сказать, что у владельцев PlayStation нет практически никаких шансов получить скидку на новую версию игры. А вот что касается Xbox, то тут еще могут быть какие-то варианты. Также разработчики что-то рассказывали про кросплей между консольными и ПК-агроками, но я себе слабо представляю такую игру. Ну и еще некоторые мелочи. Гнезда, кучки мусора, спортивные сумки и другие похожие контейнеры будут пропадать после их обыска, а облутанные тумбочки, холодильники, сейфы и прочие контейнеры подобного типа будут превращаться в открытые варианты, чтобы дать понять игроку, что они уже их обыскали. Правда, в этом случае обыскав какую-то тумбочку или холодильник, ты не сможешь туда больше ничего положить. Копья теперь нельзя будет метать, у нас будет привычный стандартный удар двумя руками и усиленный удар одной рукой, но об этом я уже упоминал. Визуальное изменение внешнего вида крафт-станций в зависимости от того, какие модификации на них установлены, также имеется в планах разработчиков, но этого не стоит ждать в 21 альфе. По словам разработчиков, сначала они хотят попробовать провернуть это с костром, чтобы после установки в него котелка, решетки и мерного стакана это как-то меняло внешний вид костра. И затем, возможно, тоже самое будет сделано с обновленной кузней, чтобы наковальня, меха и тигель визуально отображались на ней только после того, как игрок установит их в кузню. Разработчики планируют провести еще примерно два или три стрима, а стримерские выходные, если все будет хорошо, могут произойти уже в середине мая, этого года, конечно. А теперь, как и обещал, расскажу про ту самую оговорку Ричарда, который упоминал в начале обзора. Так вот, самое интересное, что произошло при демонстрации локации торговца Ректа, было то, как оговорился Ричард. Или, если судить по реакции Латана на эту оговорку, можно с уверенностью сказать, что Ричард не оговорился, а все-таки проговорился. И сделал это он, судя по всему, намеренно. Предлагаю послушать это в оригинале с субтитрами. Тут можно услышать, что Ричард назвал вертолетную площадку телепортом, а потом якобы спохватился и заявил, что хотел сказать слово хелепорт, типа вертолетная площадка. После чего начал поспешно рассказывать про какую-то новую функцию, которая должна появиться в 22-й Альфе. Якобы связана она будет именно с вертолетной площадкой, но рассказывать он о ней сейчас, конечно же, не будет. Если бы это была просто оговорка, то можно было бы просто исправиться и забыть об этом, но Ричард все-таки упомянул какую-то новую функцию, и что это может быть, я пока теряюсь в догадках. Напишите в комментариях ваши предположения о том, что это за такая новая секретная функция вертолетной площадки, о которой проговорился Роланд. Мне будет интересно почитать ваши предположения. Ну а на этом все, ждем следующего стрима разработчиков. Обзор будет. До новых встреч на канале Сурвагер. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова